друзья всем привет с вами самые слики и сегодня мы продолжаем наш рассказ о создании реплики копии копии или реплики общем создание чего-то похожего на шлем пилота формула 1 в данном случае да не укрят если честно с момента съемок прошлой серии прошло уже пару месяцев по музыкался над этим шленом очень много но дело не в том что он какой-то свет сложный там наоборот в покраске это один из самых простых шлемов потому что здесь не используя каких-то сверх технологий переходы теней и так далее и по сути основные цвета я нанес очень быстро но я столкнулся с таким гемором как краски самой первой серии я вам говорю что это можно сделать легко и просто на самом деле в нынешних условиях популярность получают сейчас буду умничать такие краски как алкидная маль ее везде продают в баллонах а так как я наношу два калак то он не сочетается с этой краской поэтому я искал другие варианты и нашел в качестве основного белого цвета краску акриловую эмаль в общем они сами не знаю что пишут там на баллонах переводится это примерно как блестящая красочка но вот на самом деле что они туда напихали я не знаю у меня получилось очень мягкая подложка очень мягкий фоновый базовый цвет и поэтому при нанесении остальных цветов я постоянно сталкивался с проблемой что остаются борозды от скотча от контур линий и так далее приходилось местами все переделывать но самое страшное вот этот синий цвет который как вы помните купил последний баллончик который был на витрине ржавый в надежде что он все-таки нормальный покрасил все смотрелось идеально но когда начал накладывать на него лак то он просто потерял цвет все пошло такими фиолетовыми пятнами в итоге мне пришлось из подвала доставать остатки томиевской хорошей краски там в каждом баллончике было на дне и вот как-то там по одной крупиночке все это закрашивал в итоге получилось но о чем я хочу сказать это исключительно мои проблемы у меня вот как в карьере квята все сначала был нормально потом понеслось его по вообще независимым от меня причинам вот это вот все бесимо но надеюсь что у квята как у меня в итоге то все получится нормально в итоге мы имеем болванку уже покрытую 2к лаком полностью подготовленную под вторую стадию работы здесь еще расскажу все эти цвета по два-три раза перекрашивал перекрывал синий потом красный пришлось доделывать потому что у меня еще 2к лак поднял шубу простите меня за этот технический термин но блин откуда я мог знать что отвердитель двухкомпонентного лака может прийти просто тупо в негодность и из-за этого у меня появлялись эти кратеры и поднимала краску и так далее густел лак прям в аэрографе сейчас вообще да не интересная информация короче если вы хотите сделать нормальный шлем не бойтесь ничего сложного нет просто берите подходящих друг другу краски лаки и грунтовку просто закупайте все это в одном магазине из одной серии не надо мудрить там вот это я возьму там там это там это там у меня такой случай потому что у меня что-то было 2к лак например у меня был в наличии грунтовка тоже была в наличии а краски пришлось докупать там хотя вот дурак я бы лучше взял подороже но было получше что касается подороже идеальный вариант это взять автомобильные краски как-то подобрать их цвета там точно все попасть но это очень дорого один цвет мне в магазинчике вышел в 1450 рублей да блин мне там надо 50 грамм играет нет это минимальная порция ну хрен с вами но в таком случае считаем раз два три 4 5 цветов и каждый по 1450 плюс лак плюс грунт вот считайте сами взрослые люди адекватные да короче не стал этим делом париться все сделал вот так и в итоге у меня то получилось самой сложной частью можно назвать вот эту вещь правда перевел я тонну скотча постоянно все это переделывая использовал своих детей использовал себя и бутылки баночки чуть только не использовал лишь бы как-то закрепить этот шлем и постараться сделать ровный рисунок так 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 Ну и по концу я пришел к тому, что нужно выполнить сверхзадачу, то есть сделать вот этот вот рисунок на макушке. Он был самый сложный. Сначала наносится он, а вот те белые полосочки, которые имитируют там все эти вот невообразимый орнамент, они наклеиваются сверху. И вот теперь сейчас на этом периоде я уже могу перейти к ним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моделисты очень любят ходить со своими женами, девушками, подругами. А в различные магазины педикюрные, там маникюрные, потому что там продаются вот такие штуки. Данную штуку я нашел в обычном магазине, где все по одной цене, недорого. И здесь были именно те полосочки, которые мне нужны. Полтора года их искал. В итоге сейчас буду заклеивать все ими, проходить белые контуры, проходить серебристые контуры и так далее. В надежде, что у меня получится красота-красопетка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а после контуров мы уже переходим к следующему этапу, очень важному. Это наклейки, сами спонсорские наклейки. А делаются они на обычном виниле, хотя вот слово обычный я бы тут исключил, потому что живу я в провинции, и здесь вот с печатниками все плохо. Хочу переехать в Краснодар. Там клево, большой город. А здесь вот в нашей жопе, понимаете, тяжело найти печатников, которые бы сделали тебе наклеечки. Они все привыкли делать просто там надписи аренда, огромные, с телефоном, и все. Но, тем не менее, мне в очередной раз удалось уговорить сделать вот такую вот штуку. Вот это одна часть только. Мне на самом деле напечатали огромный лист на широкоформате, потому что должно мне рентабельно делать тебе один листик. Ну, хорошо, ребят, хрен с вами, пусть будет дороже. Кстати, переднюю наклеечку я так и не сделал, она должна быть на прозрачной пленке. Я нашел, где ее печатать, но мы не сошлись в цене, потому что мне эта наклеечка выходила в масштабе 100 штук, там, и что-то больше тысячи по цене. Поэтому я просто не стал ее делать, нафиг она мне тогда нужна за такие деньги. Ну, а сами спонсорские наклейки получились, я их аккуратно вырежу и буду наносить на этот шлем. После чего он будет полностью готов уже к нанесению финишных слоев лака и полированию. Ух, жара, лето. Но в итоге вот что у меня получилось. Просидел я всю ночь. Процесс, прямо скажем, не очень простой. И, блин, я даже не знаю, как все это повторять, мне этого вообще не хочется. Но получилось, тем не менее, наклеечки присобачить и все вот эти полосочки пройти. И даже вот эта штука у меня более-менее получилась. На макушке смотрится, конечно. Как это сделать еще раз, я вам даже не буду рассказывать, не знаю. В общем, пока что вдохновение. Все это лишь в наклеенном виде сейчас на шлеме. И дальше нужно все это будет густенько покрывать лаком. Я сделаю еще кое-какие хитрости. И потом все это отполирую. Вот тогда уже будет шлем наш завершен. Наверное, мы увидимся в следующей серии. Уже поговорим о готовом варианте. Если тема, хватит его доделать. Все, ребят, отдыхайте. Август месяц, лето скоро заканчивается. Так что успейте сделать что-нибудь крутое. Ну или не очень. Ну, главное не робеть, а там видно будет. Давайте, до встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...